Субтитры подогнал «Симон» 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 божественную и человеческую природу. Посредством него мы стали способны перейти также к божественной природе. Ты очень близко приблизился к ответу. Зачем он это сделал? Почему он должен был это сделать? Человек отделился от Бога, ему надо было с ним соединиться. А отделился он после греховедения. Вот это первая половина ответа. Действительно, пропасть между Богом и человеком должен был... А почему нельзя было человеку эту пропасть преодолеть в своей праведности? Потому что человек такой немощный, что без Господа он вообще никто. И как бы через причастие мы хоть жить так можем. Это вторая, третья ответа на этот вопрос. Благодать ушла от человека. В нем очень мало божественного осталось. Вы прям ответ дробите. Это три четвертых ответа. Почему нельзя было просто простить человека в силу его соблюдения заповедей? И все, и восстановить его? Чтобы мы стремились к идеалу, к такому же... Но следование заповедей это же есть стремление к идеалу. Просто дальше люди бы пошли еще больше во грех. И надо было это остановить. Да, почему? Наверное, надо было ему, Иисус говорит, чтобы победить смерть. Но вы опять говорите, что Христу надо было сделать. Почему человеку недостаточно было следовать? Ну вот, сам человеку на трождение начинает грешить. И чтобы спастись, ему надо как бы, ну, очистить свои грехи. А был еще первородный грех. Грех Адама и Евы. И сам человек мог, ну, максимум, только вот свои собственные грехи мыть. А для того, чтобы очиститься от вот этого первого греха, нужна была, ну, более сильная помощь. Мы говорили, что есть, по-моему, шесть следствий первородного греха. И вот что, три мы можем сами преодолеть, а для трех других, необходимых для спасения. Пять причин. Это разрыв связи с Богом, это порабощение в сатане, это умоление образа Божия, это искажение человеческой природы, и это нарушение отношений с природой. В крещении мы получаем свободу от первых двух составляющих. У нас восстанавливается связь с Богом, и мы освобождаемся от власти сатаны. А умоление образа Божия, искажение природы человеческой, и искажение, Аня сейчас скажет, искажение, я уже понял, да, искажение отношений с природой, это следствие, которое мы должны преодолеть. Три следствия. Аня, барабанная дробь. Ну, уже все как бы подвели к ответу. Когда Ева увидела плод, у нее изменилось ее осознание, ее природа, да, вот. А как человек может победить дьявола, ну, человек с искушенной природой, как он может достичь того, что... Аллилуйя, но не с искушенной, с искаженной. Ну, с искаженной, да. Вы все вот около ходили, никто не сказал, что человек сам со своей правильностью не мог бы спастись, потому что у него поврежденная природа. Вы поняли теперь? Ирине Леонский был такой святой, он говорил, что если бы сатана был побежден не человеком, то эта, в общем, победа была бы несправедливой. И если бы он был побежден, с другой стороны, Богом, да, а не человеком, Кирилл Александрийский говорил, если бы побежден был Богом, а не человеком, какой бы, в общем, человеку было бы с этого заслуги, он все равно же хвастся чужими трофеями, да. И именно, что с одной стороны должен был победить человек сатану, с другой стороны, да, Бог, а Бог, соответственно, он не нарушал свободу воли, и поскольку человек сам разорвал с ним отношения, он, конечно, любил людей и всячески помогал, и все, но он не мог бы вот за место человека взять и разметать там всех за злых сил, и все. Да, соответственно, как Карина сказала правильно, что человек уже, он, потеряв связь с источником жизни, да, с крепостью, с источником силы, мало того, у него искаженная природа, и он просто не имел сил, чтобы победить сатану. Поэтому был нужен Богу-человек. Аллилуйя. И поэтому, да. Почему именно Бог-Сын пришел на землю? Почему не Бог-Отец, не Дух Святой? Смотрите, в принципе, это можно сейчас осмотреть. Да, Ксюша? Это не потому, что он подал идею, чтобы создать мир? Нет, нет, смотрите, это всего лишь одна из причин. Как вы думаете, почему именно вот Святой Троица, Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух Святой, Бог-Сын еще называется Бог-Слово, почему именно он должен был воплотиться для этой жертвы? Не Бог-Отец, подождите, не Бог-Дух Святой. Ксюша уже первый ответ дала, и я предполагал, это хорошо, значит, вы запомнили. Давай. Если он Бог-Слово, может, потому что он мог как слово нести это в мир? официально официально три есть версии. И четвертая, это, который Николай Сербский говорил, Ксюша повторил, что поскольку он был инициатором из любви к Богу отцу, инициатором создания, но это Николай Сербский. А Святоотеческое учение предлагает три пункта, из которых Ксюша вдруг еще и на второй ответила. Он, будучи Богом Слово, он должен был воплотиться, потому что он должен был проповедовать спасение. Христос это Бог-Сын. И если нужен был Бог и человек для спасения мира, то он должен был пройти всю жизнь человеческую. То есть он должен был родиться как обычный человек. То есть он должен быть сыном и Бога, и человека. То есть произойти от людей. Вот он сейчас на самом деле ответил самую, мне кажется, самую важную причину. Поскольку ипостасное свойство Бога Слова, Бога Сына, рождение предвечное от Отца, он постоянно рождается. И в мир надо было войти через рождение через Богородицу. То есть его ипостасное свойство продлилось и в воплощении в человека. Поэтому из Троицы Святой Троицы именно он. Именно он родился на земле. Ну и третий, просто Бог-Сын является образом Бога Отца. А мы созданы по образу Божьему. Смотрите, а Бог-Сын он сразу был как бы не назван. Ну вот Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух Святой. Вот он изначально так назывался Бог-Сын? Смотрите, мы уже говорили, что ипостасное рождение от Бога Отца это в вечности, это состояние, это не процесс, который имеет начало и конец. Не было никогда Бога Отца без Бога Сына и без Бога Духа Святого. Они всегда, они в вечном. Это трудно нам понять, но это так, вот нам открыта такая тайна. Это ипостасное его рождение от Бога вечное, оно какое-то таинственное. И Дух Святой вечно исходит от Отца. Вот это два разных состояния. Я вам говорил, как солнце, он рождает свет и из него исходит тепло. Христос нам явился, рождение – это явление, и мы свет видим, свет является, а тепло мы не видим, но чувствуем. Поэтому это очень корректный, мне кажется, образ. Кстати, если вспомним, когда было обетование еще Адаму и Еве, что родится семя живых, сотрет главу змею, и когда родился Каин, Ева говорит, вот Бог мне дал человека. Она уже тогда надеялась и думала, что вот родился спаситель, который, ну она еще не понимала этой тайны, который их спасет. Но мы знаем, что Каин, в общем, появился первым убийцей. И вот целая история до Ноя, тысячелетия, потом еще тысячелетия после Ноя. Как вы думаете, почему Господь столько долго ждал чтобы прийти спасителя, что пришел в мир? Почему Господь столько ждал? Ну, наверное, должны были какие-то исторические события произойти? Значит, например, Совлов санатизм римской империи. Нет, 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 нет. Нет, нет, а вы зря смеетесь, кстати, вы зря смеетесь, потому что он прав, что Христос пришел именно в период римской империи именно потому, что вот в этой экумении была проповедь наиболее удобная. Он прав, но это просто не ответ на этот вопрос. Леша, по-моему, какую-то прозрение. Давай, Карина. Ну, может, должно что-то случиться такое, чтобы они вспомнили о Боге, и чтобы как бы Чтобы человек возвыситься, ему нужно на дно иногда, на самое опуститься. И чтобы они настолько заволновались, что вот какие вот мы такие ничтожные люди. И чтобы они вспомнили о Боге. Умница. Но мы сейчас давай еще левушу дадим. У меня другая. То есть причина рождения Богородицы должна была родиться Богородица. Господь ждал, когда сейчас человечество созреет. И первое условие этого созревания должно было действительно, то, что Карина сказала, человечество должно было осознать полное свое бессилие. Оно должно было осознать полное свое бессилие, что и произошло на самом деле во время Рождества Христова. Просто, чтобы вы понимали, все движения философские, вот стойки, да. Вот такая праведность ради праведности. Просто потому, что надо. Другой полюс – это там эпикурейцы, да, которые «эй, лей, пей, гуляй». Все равно все бессмысленно. То есть в любом случае тупик. Тупик духовный. И в этом смысле в античном мире уже даже самоубийство считалось таким делом аристократии, благородным. Потому что такой мужественный выход из этого тупика. Ну, войны, конечно, да. Войны – ты не ценишь жизнь, если ты войн, потому что это хоть какой-то смысл жизни предаешь. Но у людей все равно есть природный инстинкт самосохранения. И поэтому этот инстинкт, который сохранял, допустим, от такого безвык… Ну, от самоубийства и такого глупого очень исхода своей жизни, он все равно напоминал то, о чем Кристина сказала. Во-первых, осознание бессилий, в том же инстинкт. Говорило то, что надо жить, надо что-то куда-то двигаться, спасаться. И тогда действительно, честно, должно было дозреть до этого. Может, должно было уйти то поколение, которое еще помнило Бога, слышало Его благодать. Да, вследствие этого, в итоге, вот, хотя иудейский народ Господь избрал, чтобы какую-то ниточку еще вести, то, что Леша сказал, чтобы возрастить деву, которая была бы достойна этого. Вот для этого этот народ увел в чистоте единобожия, чтобы они не впадали в язычество, хотя они чудили, конечно, еще так. Вот, но, в принципе, это получилось. И, с другой стороны, вот это вот полное ощущение бессилия против греха, против дьявола, вот эти стойки, эпикурейцы. И еще вот между ними второе условие. Катя начала отвечать, кто-то здесь ответил. Ты начал на это отвечать. Осознание того, что только Бог их может спасти. И, соответственно, ну, я имею в виду... Желание этого, что... Да, желание, желание. Желание, что Бог их спасти. То есть молить Бога о пришествии Спасителя, понимаете? Молить Бога о пришествии и готовиться к встрече с Ним. То есть сначала осознание у них было, потом желание. Но они же не знали точную схему действий, как спастись. Первое – осознание своей бессилии. Второе – это желание, то есть мольба к Богу о посылании спасения и подготовка к встрече с Ним. Какая подготовка? Ну, вот я сейчас, ну, предчувствие. Готовиться, быть готовым встретить. Вот, например, я хотел вам найти фразу Вергилия. У него какое-то удивительное произведение. Он говорил, что мир стоит на пороге нового мира. И он даже рассуждает о младенце, спасителе. Откуда у него такое произведение было? О женщине, которая должна его родить? То есть языческий мир ждал. Языческий мир ждал уже. Или, допустим, в 270 году до нашей эры египетский правитель Патоломей Филадельф он призывает 70 толковников иудейских, которые переписывали все священные писания Ветхого Завета. Вы знаете эту историю с Симеоном, да? Знаете? Который хотел написать «Сесть, не сеть, дева». Да, вот ангел явился, сказал, что не умрешь, пока не увидишь сам. Вот он 270 лет до Рожеста Христова, то есть ему уже было в каком-то возрасте. Еще после этого 270 лет, пока он Христа не увидел, он жил. Ну и, соответственно, волхвы, помните? Их никто не позвал. Они сами ждали звезду. То есть языческий даже мир ждал. Я сейчас почему на языческом мире? Потому что иудеи, понятно, они имели пророчество Машаахи, Мессии, Спасителей. Они так и так ждали. Они, кстати, каждая семья к своему там мальчику рожденному так присматривалась. Уж не он ли. Поэтому иудейский мир, само собой, ну и языческий тоже чувствовал и все, и ждал. И вот третье условие, которое Леша сказал, надо было, чтобы человечество возрастило вот такую чистую, удивительную деву, которая могла бы в себя вместить того, есть такой очень красивый литературный образ, вместить в себя того, кого не вмещает в небеса. Красиво. И вот, слава Богу, рождается Иисус Христос. Вы все знаете, да, как его имя переводится? Во-первых, как оно звучит по-арамейски? Ешуа. Еще и Егошуа, есть такой вариант. Переводится как Ягва спасает. Ягва – это имя Бога. Чтобы вы знали по-арабски, у правосланных арабов Ясо. Ясо. И когда мусульмане говорят Аиса, его имя, то Аиса – это переделанное имя Мухаммеда, для того, чтобы в рифму уложилось его стихотворение. Он изменил имя. На самом деле, православные арабы, они говорят, Ясо аль Масих, Иисус Христос, Ясо аль Масих, Масих Мессия. Христос по-гречески – это значит помазанник. А чтобы вы знали, помазание в Ветхом Завете помазали только три категории людей. Это кого помазывали? Царей. Царей. Пророков. Пророков и? Первосвященников. Спомните, кем Адам должен был быть, да? Нет. Три-три, как раз вот эти ипостаси. Три – это вот царь, пророк и священник. И через это помазание подавалось благодатные дары на служение. Царское, священническое, пророческое. И вот пришел главный помазанник. Главный помазанник. То есть Христос с большой буквы. Он – Бога-человек. Надо понимать, какие у нас основания есть, признавать в нем Бога, называть его Богом. Основания мы берем, конечно, из Писаний. Кто сейчас может попробовать начать это делать? Бог обещал Давиду, что в его роду будет спаситель Бог. Ну, спаситель – это не обязательно Бог. Он первый воскрешил мертвых. Ну, до него никто этого не делал. Почему не делал? Я пророк, например, воскресил отрока умерша. Он сошел в ад и вывел праведников. Иоанн Петич тоже сошел в ад. Он, конечно, не вывел тут сам никого, но он сходил. То есть, какие у нас основания, именно указывающие прямо, он сам о себе свидетельствует, что он Бог. Он спрашивает апостолов, «За кого вы почитаете меня?» Апостол Петр отвечает ему, что «Ты Христос, Сын Бога живого». И он ему сказал. Вот, это уже ближе. Когда на суде ВКиафа у него спрашивают, «То ты, Бог?» Он же молчал, Христос, на суде. И только когда первосвященник правильно сказал, когда он сказал, «Заклинаете Богом живым, ты ли Христос, Сын Благословенного?» И поскольку произвучало заклятие Богом живым, Христос ответил, «Да, и отныне вы уйдете сына во славе и ангела восходящего, нисходящего». На что они сразу начали рвать одежду. Кстати, иудеи, вот это он свидетельствовал иудеям, но они один раз сами попались на свою же удочку, когда он сказал расслабленному, «Прощаются тебе грехи твои». И они сказали, «Чего?» «Кто может прощать грехи только, ну, кроме Бога?» Да, и Господь говорит, «Что легче сказать? Прощаться тебе грехи твои или встань в постель твою и уходи?» И иудеи поняли, что сами себя знали, потому что если он сейчас его исцелит, значит, грехи простились, а это может только Бог делать. И барабанная дробь расслабленно встает и уходит. Еще, когда он слепорожденного исцелил, ну, подошел к нему через какое-то время и сказал, «Веришь ли ты в Сына Божьего?» По-моему, так? И он спросил, «Кто мне, чтобы я мог в него веровать?» Он сказал, «И видишь ты его, он говорит о тобою». Он не просто исцелил слепорожденного, слепорожденного не было глазных яблок. И мы с вами уже, по-моему, говорили, да? У него не было глазных яблок, и он взял из земли брение. Почему? Потому что человек из земли создан, и он как Бог, грубо говоря, долепил ему глаза. А здесь он действовал как Бог. Но где он свидетельствует? Преображение было. И во время преображения? Преображение. Ну, во время преображения ученикам открылась его божественная природа. Но вы не сказали его прямое свидетельство о том, что он вот говорит. Может быть, когда дьявол искушал Иисуса Христа? О, это интересная тема. Мы в конце к ней подойдем. Нет, нет. Давайте я вам подскажу все-таки. Вы разве не помните его слова «Я и Отец одно»? «Я и Отец одно»? Или когда он говорит отцу «Все мое твое» и «Все твое мое». Первую часть «Все мое твое» всем можно сказать. Все, что у нас есть, все Божие. Но кто из нас может сказать «Все твое мое» Богу? Никто не знает отца, только мать, сын, и никто не знает сына, только мой Отец. Имейте в виду, у нас в Евангелии полное основание для того, чтобы понимать, что воплотился Бог. Ну, кроме того, он уже говорит, что он оживляет, прощает грехи. И прощение доказано исцелением. Не просто сказал «прощаю», да? Вот, хорошо. И то, что он человек, это доказывать не надо. Это и так понятно, но просто здесь надо такой нюанс. Он родился непричастный к первородному греху. Есть такой термин «кинозис». Греческий – это значит уничижение, умоление, уничижение. И да, тут важно понять, что Христос не пришел научить спасению, а Он принес само спасение. Он не учит нас спасаться, а Он нас спасает. И вот Он, кенозис, Он себя настолько смирил, что Он свою вот эту неповрежденную природу смирил до неукоризненных страстей, естественных страстей. То есть голод, сон. Он мог боль чувствовать, да? И до смертности, что Его можно было убить. Ксюша. Если Бог не изменяем, как Он мог себя уничижить и смирить? А при этом божество никак не изменилось. Вы смотрите, когда Он родился на земле, природа Святой Троицы никак не изменилась. Он при этом не покинул небо. Он же в трансцендентном пространстве, Он везде. И природой, и личностью. Как это в Нем две природы? Божественная и человеческая. Мы сейчас с вами кратко разберем. И это на самом деле, чтобы понять, как это все во Христе сочетается, то очень просто посмотреть на антропологическом таком примере, на нас. У нас есть личность, я. И у нас есть две субстанции, у нас, у каждого. Душа и тело. Мы сейчас духу и душу. Ну, как бы невидимый организм духовный, просто объединим. Душа и тело – две субстанции во мне есть. А при этом есть я. И вот я – это я, а это две мои природы, потому что я могу сказать – моя душа и мое тело. Мое чье? Мое личности моей. Моя душа и мое тело, и мое сознание – это целый я, да? Но при этом они же разлучаются после смерти. Теперь внимание. Христос, личность божественная, воплощаясь, Он принял всю человеческую природу, абсолютно всю. То есть в Нем есть душа, тело, душа, дух, он же ум. Все силы души в Нем есть, и все, и все, и все. Но при этом личность у Него осталась божественная. И вот эта личность объединяет его духовную, божественную природу и человеческую природу всю вместе, и неземную, и незримую. Как? Это тайна, поэтому эта тайна воскрывается в четырех словах. То есть те границы, в которых мы можем это воспринять. Да, вот то, что Он воспринял своей ипостазией человеческую природу, это называется, запомните такой термин, во-ипостазировал человеческую природу, дав ей свою личность, ну как бы соединив ее со своей личностью. Личность тебе равно ипостась. Поэтому Он во-ипостазировал. А сущность равно природу. Вот, Четвертый Силенский собор постановил, что во Христе соединились божественная и человеческая природа. Первое, не слитно. Что это значит? Божья природа, она не поглотила человеческую. Вот так вот и... Но и тем более не наоборот. Они не слились и не образовали какую-то третью природу. Божественная природа осталась божественной, человеческой, человеческой. Поняли? Это значит не слитно. Второй термин – неизменно. Объясните. Божья природа никак не изменилась, но она не отчеловечилась никак. А человеческая природа? А человеческая не обожилась. Действительно, человеческая природа не изменилась, она в полноте, он истинный человек, абсолютно истинный человек, и божественная совершенно точно осталась именно божественная природа. То есть при этом ни та, ни другая природа от этого соединения, от его воплощения, от его ипостазирования не изменились. То есть это не как в языческой мифологии получеловек-полубог. То есть это целый человек и цельный Бог полностью. Да, истинный человек и целый, да, абсолютно точно. Нераздельно. Не бывает моментов, когда Иисус Христос только Бог или только человек? Всегда Он и Бог, и человек. Они составляют единое бытие, как вот в нас душа и тело, да? А в нем составляет душа и тело, как человеческая природа и божественная природа, единое такое бытие и необосовлено. При всем при том, что неслитно, неизменно. Оно еще существует вот именно так, нераздельно. Это единое бытие. А можно такой, как бы, не знаю, ну с человеком провести аналогию? Давай. Что когда женщина беременна, как бы два человека, да, женщина и ребенок. Но при этом они едины. Это момент. Нет, знаешь, почему? Там две личности. Ребенок – это личность. Моя точно. Вот. Нет, нет, здесь вот сам антропопроделительский пример, правильно, это душа и тело. И четвертый термин – неразлучно. Мы сказали, неслитно, они не сливаются во что-то третье, и одно не поглощает другое. Мы сказали, неизменно, они не изменилась ни человеческая, ни божественная природа. Мы сказали, нераздельно, то есть они при этом образуют одно бытие. И вот теперь еще неразлучно. То есть он существует как с двумя природами – божественной, человеческой. И даже после смерти он, как бог, он оставался и с телом, и с душой сошел в ад, и при этом как бог оставался на троне. О чем поется в стихи Святой Пасхи? «Во гробе плотский, в аде же с душой, а кубок, в рае же и на престоле». То есть смотрите, во гробе плотский, в аде с душой человеческой, как бог был, в рае с разбойником одновременно, и тут есть такое разделение, о котором я говорил, рая и царство небесное. «В рае с разбойником, и на престоле было с Христом, а отцом и духом». Ты прав, это нераздельно. То есть божественная человеческая природа во Христе, соединившись в момент зачатия, это все, это навсегда. И сейчас так же? И сейчас так же. Умница ты моя. Может, следующий раздел, который мы говорим. И сейчас так же. Он навсегда бога-человек. А Господь, он может вселиться в какого-то человека, и вот уже будет говорить не личность, а Господь? Это вообще, это мечта наша всех, это Святой Дух, когда снисходит на апостолов Пятидесятницы. Это вообще наша цель, наша всей жизни, чтобы Святой Дух начал жить во мне, и чтобы мы потом вслед за апостолом Павлом могли сказать, уже не я живу, он мне просто так говорил, а живет во мне Христос. Это реальность, это реально. Но это не значит, что он растворился во Христе или еще что-то, но он просто настолько уже с ним соединен, что он уже в Боге пребывает. А человек чувствует, когда Господь с него говорит, а когда он говорит? Это, я думаю, мы все можем чувствовать на самом деле. Когда я злой или свиреп, или там какой-нибудь цвет, то, конечно, Бог со мной рядом вообще не стоял. Когда мученики, они страдали, и Бог им до этого сказал, что не вы будете говорить о Дух Святой, и вас это Дух Святой в них говорил? Да, и поэтому очень серьезно относятся к тому, что говорят, ведь эти же мартирологи свидетельствовали все казни, все записывали, и поэтому надо очень серьезно относиться к записанным словам мучеников, потому что в этот момент говорил Дух Святой. Я всегда, когда читаю в «Житии», я прямо смотрю, что они говорили, я понимаю, например, очень интересно, как-нибудь почитайте, когда мучили святого мученика Трифона. И он вдруг начинает рассказывать об их богах, что кто был таким Аполлон, там, да, 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 это все Дух Святой через него. Вот это очень круто, на самом деле, очень круто. Итак, наша сегодняшняя встреча подходит к концу, и Катя подвела, собственно, то, что я хотел чем закончить. Иисус Христос уже воскресший, он остался Бога-человеком. Святые прямо говорят, что его тело не растворилось в воздухе, его плоть реально воскресшая. Святые говорят, что когда говорят, что воссел Десную Бога Отца, а Десную Бога Отца – это не значит справа от него. А Десную святые толкуют как славе и чести. И вот человеческая природа Христа, она пребывает с Богом в славе и чести от Десной Отца, в смысле славе и чести. Вот это очень важно знать, что он остается Бога-человеком, и это будет навсегда, потому что мы это сказали последнее, что это неизменно и разлучно. Все это навсегда, и в этом залог нашего спасения. Закончу, пожалуй, такую мыслью. Помните, я вам говорил, что один, по-моему, святой император Юстинян говорил, что ни чудес без тела, ни страданий без божества. То есть Бог творил чудеса с телом, и страдал он личностью своей. Божественная природа не страдала, Бог никак не изменился. Христос принимает на себя страдания, как Сын Человеческий. Он принимает на себя все наши страдания, как Сын Человеческий, а раздает спасение, как Сын Божий, как Бог Слово, да. В общем, дай нам Бог. Это великий дар. Спасибо, ребята. В его земной жизни сталкиваемся с чем? Он побеждает, отвергает искушений дьявола. Какие искушения! Первое, сорок дней же он ничего не ел. И, наконец, как пишет Евангелие, взалкал. То есть проголодался, ну еще бы. И вдруг Христу, Христу говорит, «Если ты Сын Божий, ну скажи этим камням, чтобы они стали хлебами, и все. И все. А он действительно же мог это сделать? Ну, конечно. Ни единым хлебом живет человек, – ответил Христос. Такое искушение. А второе, возьмите искушение его. Показал все царства мира. Это все предано мне, – говорит сатана. Поклонись. И я тебе все это дам. Возьмите, что делают люди ради славы, ради богатства? Что творится только? Ну и помните, это еще одно искушение. Это искушение чем? Когда, сказал, подставил его на крыле храма, на крыше, так сказать, «бросься вниз, чтобы ангелы тебя понесли», да. И опять Христос отверг. Это какое искушение, чем гордыни, что вот я могу, тщеславие. Все отверг. Ведь эти искушения были совсем не какой-то случайностью в жизни Христа. Совсем нет. Эти искушения показали, перед чем фактически стоит каждый человек. Только масштабы другие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok the anderen bone Rajan acquisition www.adimaTorzok E Carol Tren Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...